День Мати 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 Выник должен оправдать все ожидания. Сегодня агротуристический комплекс «Марчина хата» становится по сутности одним из вытворчих подразделений в господарке со своим штатом и плановым прибытком, даже совсем немаленьким. Наявность финансовых сроков позволила господарцы увести целый широк захвачиваний, начиная от надбавки за добрую работу до так званого харчового пайка, что месячного продуктового набора, коштан 500 тысяч рублей. Это додатковый стимул в случае порушения дисциплины не выдается. У Вогули сегодня средняя зарплата у Копаткевича поля 3,5 миллиона рублей. Механизаторы отремлютись прикладно удвоя больше. Зарплата, конечно, растет. Не сравнить, какая там тогда была и теперь. Так что нормально. Радить можно. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Петрикусский район. Открытый республиканский семинар по пытаниях автоматизации гандлевых предприемств отбился сегодня у Гомеля. Коллеги подвяли выники селетней работы. Вызначили планы на будущее, обменялись опытом и новыми напрацовками. Мероприемство организовала буйнейшая в Беларуси компания у сферы продажу и обслуговывания обсталявания для гандлю. Гомельское товариство с додатковой отказностью «НТС». Сергей Негеревич, протягни. 12 лет на рынке и на сегодняшний день НТС – крупнейшая в Беларуси структура по объемам продаж и обслуживанию оборудования для торговли. Ее доля рынка в данном сегменте более 40%. При этом компания динамично развивается. Взять хотя бы итоги 9 месяцев этого года. По всем показателям идет рост от 15 до 20%. Ну и благодаря нашему оборудованию также успешно работает и дилерская сеть. Дилерская сеть «НТС» – это около 60 предприятий в крупных городах Беларуси и не только. Именно для них и проводится семинар. В зале профессионалы в сфере автоматизации торговли, обеспечения ее любым оборудованием и софтом. Большинство – давние и надежные друзья НТС. Стабильная и порядочная компания. Довольно успешная. То есть, когда ты людям можешь доверять, можешь на них положиться, могут подставить плечи, можешь им помочь. Но это дорогого стоит и на сегодняшний день очень мало таких предприятий. Как всегда, отдельное внимание новинкам. Например, были предложены программные решения, предоставляющие возможность на обычной кассе магазина производить оплату коммунальных и прочих услуг. Также НТС продемонстрировала первый в мире кофе-аппарат с автоматической кассой. Литовский коллега, директор по продажам компании BS2, Паулюс Бучилис, презентовал совместный с компанией НТС проект – фискальное решение для брендового немецкого оборудования Winkornixdorf. О компании НТС литовец также хорошего мнения. Я мог бы характеризовать как надежного партнера, долговидящего партнера, партнера, который хочет инвестировать, который хочет иметь долгосрочные проекты, и с которым мы так считаем, что у нас будет еще долгие годы сотрудничества. И это вне сомнения, поскольку планы НТС на будущее с этим полностью совпадают. Наращивать объемы, совершенствовать качество услуг, расширять клиентскую базу. Сергей Негеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомель» з'явился островок саправднага лета. Знайсти его можно у картинной галереи Гаурайла Вашчанки, куды завитали незвычайные паудневые гости – живые тропичные мотыльки. Некольки десятков видов крылатых пригожонь можно убачить зусім близко. Живут эти экзотичные мотыльки у сего не колькидзен. За такой короткий час они поспевают обзавестись потомством. Цекавый факт – все мотыльки полигамные, за выключением одного вида – рисовой паперы. Эти тропичные пригожонья застаются верными своему выбраннику. У Китая навод есть традиция у знак кахания и верности дарить мотыльков этого вида. Восинское надворье, а разом с тем и повсяденная шерсть колеров, зусім не повинны з'являться причиной засмученью и депрессии для гомельских модниц. Итальянский бутик Милана у другий день своего народжения согрел душу ни одной гомельчанцы. Повиншовать модный бутик со святочной датой вырашила и наш корреспондент Катярина Жданович. Бутик модной одежды Милана, который вот уже на протяжении нескольких лет радует гомельских покупательниц, не так давно отметил свой второй день рождения. Подобный магазин, ассортимент которого представлен коллекциями двух успешных итальянских брендов – «Пенни Блэк» и «Коченели», единственный в Беларуси и первый в Гомеле. Что касается моды, то всем известно, что с итальянцами здесь сложно сравниться. Если основные показы проходят во Франции, в Нью-Йорке и в Милане, то и мода, соответственно, она популярна и в Беларуси. Поэтому с 1978 года существуют оба бренда, что, кстати, тоже немаловажно. Такой тандем не случайно получился. И вот уже на протяжении нескольких лет представленные бренды успешно дополняют друг друга. Одежда от «Пенни Блэк», сумки и аксессуары от «Коченели» несомненно пользуются спросом у белорусских модниц. Квалифицированный персонал магазина всегда подскажет, что выбрать. А удачное соотношение цены и качества делает ассортимент еще более привлекательным для клиенток. Здесь использована кожа только итальянского происхождения, особенно из Тосканы, этого региона. «Коченели» известен в мире как один из первых брендов «Роскошь по карману». Очень высокое качество, несмотря на цены. «Коченели» – мой любимый бренд. Раньше приходилось ехать в границу. Приехав сюда, я была очень приятно удивлена представленным ассортиментом. Все самое лучшее. Специальный гость торжества по случаю двухлетия магазина – директор по развитию компании «Коченели» в Европе доктор Антонио Сутили. Кроме этого, гостей ждали праздничный фуршет, хорошая музыка от минского диджея Юры Грей, а также розыгрыш призов и сертификатов. На протяжении вечера каждая из пришедших смогла стать участницей беспроигрышной лотереи. Без именинного торта тоже не обошлось. Яркая праздничная атмосфера, непередаваемый пафос сегодняшнего вечера еще раз подтверждает. В нашей стране есть место о высокой итальянской моде. И в доказательство этому – огромное количество собравшихся здесь и ее почитателей. Без сомнения, представленные модели итальянских брендов – это удачное сочетание элегантности, женственности и современности. Модный бутик «Милана» по адресу проспект Ленина, 35, приглашает девушек и женщин найти свой неповторимый стиль. Екатерина Жданович, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы найдете на сайте tvrgomel.by. Ну а наш вечерний выпуск завершенный. С вами была Олена Троценко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин